Давайте перейдем на первую тему дня и посмотрим, какие же новости сейчас нас тревожат. По сообщению Reuters мы видим, что США добиваются отключения Huawei. Это одна из крупнейших компаний мира, которая занимается телекоммуникационным бизнесом, мобильными телефонами и многим-многим сетевым оборудованием. И вот в пятницу, то есть сегодня США предприняли меры, чтобы лишить Huawei доступа к поставкам на рынок мировой производителей, чтобы они ему отрезали поставки микросхем. Мы видим, что это может, конечно, очень стратегически повлиять на приобретение компаний Huawei проводников и, соответственно, портит бизнес Китаю. Это такой ответ после вчерашней риторики президента США. И мы видим, что объявленные меры помешают попыткам Huawei подорвать экспортный контроль США. Ритор вот такое замечание сделала. Китай долго не ждал и буквально через меньше чем два часа мы увидели уже ответ со стороны Китая через газету Global News. Это подконтрольная газета китайским властям. Мы видим такой ответ. Если США заблокируют поставки полупроводников для Huawei, Китай активизирует список ненадежных компаний, ведет ограничения или начнет расследование в отношении американских фирм. В Твиттере вот написал главный редакт Global Times. Это, конечно, вызвало некоторую панику, да, краткосрочно, конечно. Особенно компании Apple, Cisco и все, кто занимается сетевым оборудованием, а также близкие к этим, все, конечно, немножко были в шоке. Но долго это, конечно, продолжаться не может. Поэтому это такая нарастающая волна, да. И если помните наши индексы настроения, то, в принципе, для нас это не новая какая-то история, а продолжение большой глобальной истории. Поэтому давайте сейчас посмотрим, как эта глобальная история с Huawei может отразиться на рынок акций и вообще на инвестиционный климат в мире. Ну, прежде всего, я хотел бы вам напомнить, что Huawei это очень большая компания, 858 юаней миллиардов выручка. Это более чем 100 миллиардов долларов в разных сегментах и для потребителей, и для бизнеса. Вот, в общем-то, мы видим, что на территории Китая это 59% выручки и в юго-восточном регионе, а азиатско-восточном регионе 54%. В Америке не так много продаж, 9%, но влияние сильное, если американцы сделают то, что они хотят, ограничат применение полупроводников продукции Huawei. 10%, то есть Huawei это одна из лидеров вообще в мире по инновациям, да, то есть мы видим около 100 тысяч сотрудников работают над новыми вещами, над новыми инновациями. Это очень серьезная компания, которая вкладывает много миллиардов долларов в то, чтобы разрабатывать новую продукцию. И США видит в нем такого серьезного конкурента. Вчера, вы помните, мы рассматривали компанию Xiaomi, да, это тоже китайская компания. И вот эта война, конечно, может вызвать вот достаточно такую серьезную негативную реакцию на фондовом рынке. Вот, ну давайте вспомним вообще, что сейчас творится по фондовому рынку и как эта война вот ограничивает восстановление. Вспомним, что сейчас акции находятся в таком достаточно узком коридоре, да, то есть мы видим, что такого вообще оптимизма сильного нету, то вверх, то вниз. Похожая ситуация была в 2018 году в конце, потом мы увидели падение тоже из-за торговой войны, да. Возможно, это повторение сценария будет, поэтому нам очень важно смотреть за торговыми новостями, но об этом мы еще коснемся. И все это приводит к большому негативу. И как мы видим, что SP первую неделю мая, вот первая неделя мая, которая может закрыться с минусом, да. Вы видите, хоть волатильность уже немножко успокоилась, но в общем-то SP, как видите, не может уже больше с таким оптимизмом расти. Поэтому торговая война это, конечно, негатив для акций. Пока это только первые такие заявления, поэтому будем внимательно смотреть, чем это закончится. А сейчас мы, конечно, видим, что торговая война совсем не к месту, потому что вот в Америке мы уже увидели объем, совершенно новенькие данные, буквально свеженькие, объем промышленности упал более 10%. Такое падение было только в Великую Отечественную войну в 40-е годы, да. В Великой депрессии, то таких сильных падений не было, объемов промышленного производства месяц к месяцу. Это, конечно, карантин, и вот это все накладывает такой негативный отпечаток для торговой войны. Вообще сейчас торговые войны не очень позитивное явление, потому что и так, как мы видим, инвесторы не хотят вкладывать в какие-то неместные рынки. Да, вот мы видим, например, японский рынок с марта, когда началась пандемия, иностранцы забирают деньги. Да, 13 недель подряд забираются деньги с рынка Японии, да. И вот в этих последствиях мы можем очень плохую картину видеть на акциях. Я напомню, что 15 марта началась такая очень агрессивная политика Федеральной резервной системы, уже под 7 триллионов на балансе активов, купленных ФРС. И вот все это еще отягощается войной. Это вообще, в общем, какой-то страшный сценарий. Такое впечатление, что политики хотят вторую волну на фондовом рынке, но ФРС поддерживает его и не получается сделать вторую волну. Поэтому вот такие битвы происходят, и мы помним, что предыдущие две рецессии в 2001 году, а также в 2008 году вызывали понижение процентной ставки, и после этого мы восстанавливались. Вот, но сейчас понижение процентной ставки быстро произошло, и уже понижать там больше некуда. Поэтому это большая проблема сейчас, еще одна торговая война. Вот такая тема, поэтому будем внимательно следить за развитием событий на американском, а также китайских рынках и заверениях о китайцах и американцах. Вы можете спокойно регистрироваться, вот мы обновили наш сайт красивый, уже сделали такой, и вы там можете получить доступ, нажать стать клиентом и войти в личный кабинет, и там видеть индексы настроения. И, соответственно, по акциям вы можете спокойно смотреть за последними новостями. Это выборка наша и анализ, не просто выборка и анализ, и вот последние события вы можете в Реалтайне.